Мы продолжаем изучение темы газовой закона. Вспомним, для любого газа можно определить три термодинамических параметра. Это P – это давление, которое измеряется в паскалях, V – это объем, который измеряется в метрах кубических, и T – это термодинамическая температура, которая измеряется в градусах Кельмена. Эти параметры газа связаны между собой и изменяются одновременно. Эти параметры объединяет объединенный газовый закон, справедливый для неизменной массы газа. Прочитайте его. При неизменной массе газа справедлив объединенный газовый закон. Если начальные параметры газа – V, давление – V1, объем – V1 и термодинамическая температура – T1, о том состоянии его изменилось, и конечные параметры стали давление – V2, объем – V2 и температура – T2, то справедливое утверждение. Соотношение термодинамических параметров вида давления, умноженное на объем и деленное на термодинамическую температуру, есть величина постоянная. Применяя объединенный газовый закон, мы решим с вами несколько задач. В газах могут происходить процессы, когда один из параметров давления, объема, температуры не изменяются. Такие процессы называются изопроцессы. Это тема сегодняшнего урока. Запишите. Изопроцессы – это процессы в газах, происходящие при неизменной массе и одном постоянном параметре. Сколько параметров у газа? Три. Значит, изопроцессов сколько будет? Тоже три. И первый из них запишем – это изотермический процесс. Возьмем цилиндр с поршнем и заполним его газом. При помощи манометра будем измерять давление газа, входящегося внутри цилиндра. Медленно перемещая поршень вниз, уменьшим объем газа в два раза. При этом манометр покажет, что давление газа возросло в два раза. Как называется такая зависимость? Объем у нас уменьшился в два раза, а давление при этом возросло в два раза. Такая зависимость называется обратно пропорциональна. Запишем это. В1 будет так относиться к В2, как наоборот В2 к В1. Или из этого соотношения мы можем получить запись вот такого вида. Запишите. Изотермический – это процесс в газах, который происходит при неизменной массе и постоянной термодинамической температуре. Изотермический процесс описывается законом Бойля-Мариотта. Итак, при изотермическом процессе произведение давления газа на его объем есть величина постоянная. Как графически отобразить связь параметров газа? Рассмотрим график в зависимости давления от объема. Мы взяли с вами оси. На вертикальной оси мы видим давление, на горизонтальный объем. Мы хотим показать, что произойдет, если параметры газа будут меняться. До этого возьмем на графике точку 1. Что это значит? Если из точки 1 опустить перпендикулярно ось давление, то мы с вами узнаем давление в начальный первый момент времени. В 1. Если из этой точки опустить перпендикулярно ось объема, то мы узнаем объем в первый момент времени. Таким образом, состояние газа в каждый момент времени определяется положением точки на графике. Рассмотрим график изотермического процесса. На осях графика выносятся параметры газа, которые меняются. Для изотермического процесса это зависит из давления от объема. Возьмем газ в начальное положение, в точке 1. В точке 1 соответствует давлению В1 и объем В1. Если мы увеличим объем газа в два раза, В2 равно у нас 2В1, то обратно пропорциональная зависимость говорит нам о том, что давление газа упадет в два раза. И В2 будет равно половине В1. Таким образом, мы получим свое положение точки 2 на графике. Если мы соединим эти точки, построим график по точкам, то мы получим кривую обратно пропорциональной зависимости. В данном случае такая кривая называется изотермис. Следующий процесс происходящих газов называется изобарический. При таком процессе в газе не меняется масса и его давление. Возьмем колбу, объем которой нам известен. Заполним ее газом. Из колбы выходит трубочка, на которой нарисованы отмеченные штрихи. К каждому из них соответствующий определенный объем. Например, 1 кубический сантиметр. Помещен в трубочку и маленький столбик ртути. Дальше мы будем нагревать с вами газ и смотреть, как меняется объем. Если провести такой опыт, то мы увидим, что при увеличении температуры газа, объем газа увеличивается. Столбик ртути будет смещаться. Так запишем. Изобарический. Это процесс в газах, который происходит при неизменной массе и постоянном давлении. Опишем прям потенциальную зависимость. Объем В1 так относится к объему В2, как температура термодинамическая Т1 относится к температуре Т2. Эта зависимость определяет, описывается законом Гейли-Усака. Запишите. При изобарическом процессе объем газа прямо пропорционален его термодинамической температуре. Рассмотрим график изобарического процесса. На оси выносится параметр, который меняется, объем и температура. И графиком любой прямопропорциональной зависимости является прямая, проходящая через начало координат. В данном случае графиком зависимости будет тоже являться прямая, которая для изобарического процесса называется изобарой. Итак, если третий параметр газа, а именно объем, будет постоянным. При неизменной массе газа такой процесс будет называться изохорически. Проделаем опыт. Возьмем колбу и наполним ее газом. В колбе присоединен манометр. Будем нагревать газ, находящийся в колбе, и наблюдать, как изменяется его давление. Мы увидим, что давление будет прямо пропорциональной температуре. То есть P1 будет так относиться к P2, как P1 к T2. Эта зависимость описывается законом Шарля, который гласит следующее. При изохорическом процессе давление газа прямо пропорционально термодинамической температуры. Графиком изохорического процесса также будет являться прямая, так как зависимость между давлением и термодинамической температурой прямо пропорциональна. Но внимание, к точке 0 этот график придет в виде пунктирной линии. Почему? Посмотрите, в точке 0 давление газа равно 0. Мы знаем, что это недостижимо, такое равенство недостижимо в условиях Земли. Рассмотрим изменение параметров газа на примере задачи. Зная газовые законы, мы можем рассмотреть и определить как будущее, так и предыдущие параметры газа, если его масса газа неизменна. Как это сделать? Решим для этого задачу. Дану в этой задаче это график. График зависимости давления газа от его объема. Показано три состояния газа. Газ находился в точке 1, потом его параметры изменились, он перешел в состояние 2, затем параметры изменились в состояние 3, он переходит и, наконец, в состояние 4. Запишите вопросы к этому графику. Итак, первый вопрос. Определить изопроцессы на участках графика. Второе. Определить, как изменяются давления, объем и термодинамической температуры на этих участках и перенести этот график в другие оси. Если наш график уже задан в осях P от V, нам нужно будет перенести его в оси P от T и V от T. Как это делается? Просмотрим участок 1,2. На этом участке мы должны увидеть, какой параметр является постоянно. На участке 1,2 постоянно, мы видим, является давление. Значит, процесс изоборический. Посмотрим. В точке 1 объем у нас V1, в точке 2 объем V2. Мы видим, что объем на этом участке увеличивается. Запишем это. давление, если величина постоянная и объем увеличивается. Как быть с термодинамической температурой? Ее нет на осях. Но при изоборическом процессе мы знаем, что температура и объем прям пропорциональны. Поэтому, если на этом участке объем у нас увеличивался, то и температура также будет увеличиваться. Запишем. Описали участок 1,2. Рассмотрим участок 2,3. На этом участке мы видим, что давление изменяется. Причем каким образом? Уменьшается. Объем на этом участке тоже изменяется. Причем увеличивается. Значит, постоянным параметром на этом участке является температура. Раз температура постоянна, значит, процесс, описывающий участок, называется изотермический. И на участке 3,4. На участке 3,4 мы видим постоянным является объем. Значит, процесс на этом участке изохарический. Давление, видим, прямо из графика уменьшается. И поскольку при изохарическом процессе давление и температура прямо пропорциональны, значит, температура будет уменьшаться. каждому из вас нужно будет решить такую задачу не индивидуальное задание. Номер вашего задания это ваш номер в журнале. Запишите, как нужно оформить эту обязательную домашнюю работу номер 1. На листе формата А4 нужно записать название. Называется это работа изопроцесса. Записать вашу группу фамилии и вариант. Каждый получит индивидуальное задание. Вам дадут график. Смотрите внимательно, что за параметр вынесено на оси. И нужно будет ответить на те же вопросы, которые мы сейчас обсудили. То есть описать участки графика, сказать, как меняются параметры на этом графике и перенести этот график в другие вноси. вноси. Спасибо за субтитры.